Добрый, добрый, добрый вечер! Возвращаемся к нашей трансляции. У микрофона, друг, это студия игрокам ТВ. Мы только начинаем, и начинаем пока что неплохо. Это матч Матч Ролл Старс Торнамент. И играют команды Хэлл Рейзерс против команды Пауэр Рейнджерс. На данный момент счет 1-0 в пользу Пээра. Белорусы показали, что готовы драться, а главное, что они это могут делать. Все у них получилось расчудесно. И, в принципе, чуть более чем за 30 минут задавили команду Хэлл Рейзерс. Несмотря на все попытки Дреда и компании в первые минуты загнобить Пауэр Рейнджерс, им это, стоит сказать, удалось. Мид был скандалом проигран на паке. Также Ферст Блад забрали Хэлл Рейзерс, но этого не хватило. В итоге там Чаус Найт с Виспом, Дитяра и Санейка решили все вопросы вообще по итогу матча. Короче говоря, для тех, кто только подключился, счет у нас 1-0. Победа первая за командой Пауэр Рейнджерс. Напомню, матч играется в формате Бест-Оф-3. Проигравший вылетает, это лузер брекет матча. На данный момент в пик команда Хэлл Рейзерс уже взяла Шадо Фиенда. Леон есть у Хэлл Рейзерс. Клок также имеется в пике. Это, в принципе, персонажи по лайнам понятные. И СФ у нас отправляется, скорее всего, в мид. И на СФ будет отыгрывать Афониджи, Леон, Саппорт Лайнинг. Ну и Клок на Хард Лайне будет у нас от Хэлл Рейзерс. Акс также с Ченом и Рубиком в пике Пауэр Рейнджерс. И Медуза дополняет всю эту комбинацию. Чен, Рубик, Акс, ну, уже неплохо. Дазл пока что, я смотрю, у нас не в бане. Но Дазла уже пикать нет смысла, в принципе. Потому что команде Пауэр Рейнджерс надо выбирать кого-то на мид. Если разве что Медуза может пойти на мид. И тогда придется выбирать Керри. Короче говоря, Дазла и Акса в этой катке мы не увидим. Стратегия эта не будет реализована. Понятно, о чем я говорю. Я говорю о Хард Лейне, где Акс заходит за крипов. И не дает вообще фармить никакому стаку героев на легкой. Антимаг от Хелл Рейзерс. Артез будет у нас сегодня нереально круто себя чувствовать на этом персонаже. Антимаг это серьезная заявка на победу. Но опять же все зависит от реализации. Антимаг был пикнут после Медузы. Считает ли Дредд, что Антимаг способен воевать с Медузой на равных? Мне неизвестно. Фармить так точно Антимаг способен при каком-то нормальном бусте раннем. Ну посмотрим, посмотрим, посмотрим. В принципе... В принципе, в принципе все это как-то прояснится ближе к мидгейму. Дазл у нас уходит в баню от команды Power Rangers. Они поняли, что брать его не смогут и не будут. По стратегии он уже здесь не нужен, а вот отдавать его не собираются в команде Хелл Рейзерс. И кто у нас в бане будет от Хелл Рейзерс? Кого они не хотят видеть на миде против СФ? Кто им неприятен? Скорее всего, Templar Assassin, я думаю, должна отойти в баню. Или Шторм Спирит тоже, в принципе, не самый приятный парень против СФ. Посмотрим, кого не нравится Дреду наблюдать против Афониджи на миде. Все-таки Шторма банит у нас Хелл Рейзерс. Уходит он в баню и ждем, ждем пиков. Ждем пиков, кто будет в миде. Я думаю, ТА можно брать смело под эту игру. Хотя можно взять, конечно, и кого-то с масс-ультом. Например, того же Пака, если он не в бане, конечно. Да, Пак у нас не в бане. В прошлой катке от Скандала Пак зашел на ура. Здесь, в принципе, тоже под Акса Пак может зайти неплохо. Чен Рубик. Все это понятно по саппортингу Медуза, по фарму и убийству от ПР. Тоже, в принципе, вполне себе самодостаточный вариант. Нужен ли какой-то персонаж на мид с масс с пылами? Тот, который будет в общую стратегию войти. Или можно взять, в принципе, индивидуального героя по типу Templar Assassin и просто разбить лицо Shadow Fiend на миде. Посмотрим. Посмотрим. Spirit Breaker от Power Rangers. На этот раз у ПРов в пике Spirit Breaker. Ну, теперь я слабо понимаю, кто у нас отправляется на мид. Мне очень понятно. Есть Рубик, есть Медуза. Кто мог бы пойти в мид. Или, может, это Spirit Breaker, который будет в миде, а Медуза будет фармить на лайне. А если Медуза будет фармить на лайне, то... Как разойтись игрокам по линиям? Ну, в принципе, Spirit Breaker с Рубиком, я думаю, смогут отправиться в легкую. А Акс, на котором отыгрывает Скандал на Аксе. Санейка на Spirit Breaker, JFO на Рубике. Дитяра у нас на Медузе, но тут ничего удивительного. И Скандал на Аксе. Где у нас будет играть Скандал на Аксе, пока что остается под вопросом. Ну, по поводу пика Hellraiser, в общем-то, ничего удивительного. Гаддем у нас играет на Леоне, Клок у нас оффлейн, 3 единицы. Артес у нас играет на Антимаге, Дредд. Отыгрывает на Думе и СФ у нас Афониджи. Остается немного у команд до начала этого матча. Ждем, пока Чена пикнет. Чеширский код. Ну, в принципе, все. Второй Чен, кстати, за последние два матча. Чена от Чеширского кота мы наблюдали в прошлой встрече. И он был действительно хорош. Разобрал нормально товара очень быстро. До сих пор, я думаю, где-то на карте кирпичи валяются. Чеширский код у нас на Чене, Дитяра. На Медузе отыгрывает Санейка. Играет на Спиритбрейкере. JFO играет на Рубике. И Скандал играет на Аксе. Клок. Клок. Три единицы. Гаддем. Леон. Артес. Антимаг. Дреддум. И Афониджи играет на СФ и на Миде. На паузу нажали игроки команд. Ну что, еще раз для тех, кто только подключился, скажу, что на данный момент ПР выглядели весьма-весьма уверенно. В прошлой катке HellRaisers особенно что-то показать смогли только в ранней игре. А дальше, ближе к середине, да и ближе к концу этого матча, Санейка вместе с... Санейка вместе с Дитяра прилетали на голову любому персонажу. Она, объясню, играли они за Виспа и Чаус Найта. И просто выносили вперед ногами любого из игроков команды HellRaisers. На этот раз такой мультимобильной комбинации не наблюдается. Здесь, правда, есть спиритбрекер, который готов бегать быстро. Ну, Акс с Даггером будет тоже, понятное дело. Но, все равно, это не так быстро, как Висп. Ничто не так быстро, как Висп, кроме Виспа. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Небольшой организационный момент решали мы по стриму. Теперь, по-моему, все в порядке. Дредд у нас уходит в лес от HR. Причем уходит в лес не свой, уходит в чужой лес. Дредду вообще пофиг на все. Дредд пошел в чужой лес, есть крипов. Будет ли здесь выход на J4? J4 не видит Дредда, Дредд его видит. Переагривает на себя крипов Дредд. Все, отвод не получился, а значит, стоит Клок и спокойно себе фармит под собственным тауэром. Скандал здесь особенно ничего по тауэром ему не сделает. Клок, скорее всего, в батарея с аут и коги закрывает у нас скандала. Нормально так надамаживает. Но, как повезло скандалу, что тауэр бил не его. Всего лишь два раза ударил в скандала и таким образом оставил его в живых. Если бы тауэр переключился на него, то, конечно, было бы очень проблематично. Дредд ходит по чужому лесу. У Дредда нет ТП, он просто гуляет по чужому лесу. Он просто спрятался за деревом и просто здесь стоит, пока чеширский кот с крипами гуляет. Так, видит ли что-то Дредд? Дредд видит чеширского кота. Чеширский кот Дредда не видит. Видит, не видит. Видит, не видит. Очень все просто. Дредд выходит, забирает крипа. Съедает крипа. У чеширского кота нет крипа. Теперь чеширский кот заходит в кусты и бегает от Дредда. Короче говоря, очень весело. На это веселье Джей Фо подоспел вовремя. Затаскивает на глиф у нас Дредда. Здесь будут пытаться вдвоем его зацепить. Подстопил Дредда неплохо Джей Фо. Чешир бьет с руки, но пока что он бьет очень слабо. И Джей Фо ничего не сможет сделать, по большому счету, с Дреддом. У Дредда 0 деф, но у Дредда слишком много ХП для того, чтобы каким-то образом Рубик ему мог навредить на втором левеле. Фейтболт даже не юзал в него, потому что Фейтболт много сильно не навалит Дредду. Ну и, понятное дело, Дредд уходит. Где у нас Спиритбрейкер просел по ХП? Санейк у нас просел на топе по ХП. Кого он пытался убить, непонятно. Скорее всего, Гаддема, но попытка ничем хорошим пока что не увенчалась. Так, переключаемся у нас на антимага. Артес должен быть в топе по фарму. Да, так и есть. Он занимает вторую строчку по фарму. Ну, делит ее с Афониджи и вместе с Дитяра, который разместился на миде. Кстати, удивительно, что Дитяра на миде. Последнее время на миде команды Пауэр Рейнджерс находился Джейфо. Ну что, посмотрим, как Дитяра будет вести себя на миде. В прошлом матче он стоял на лайне с саппортом Санейка. Вис помогал фармить ему на Чауснате. Так, Спиритбрейкер у нас берет ДД и надо бы отсюда уходить Спиритбрейкеру. Гадема он бы в соло, конечно, навалял, но здесь пришел его помощник по команде Афониджи. И Спиритбрейкеру не по шансам стало драться с этими ребятами. Дитяра немного увереннее себя чувствует, чем Афониджи со стороны Хеллрайзерс на миде. Дитяра подфармливает, в принципе, получше 25 на 8. У него крипстат и 19 на 9 у Афониджи. Что у нас на топ-лайне? На топ-лайне Санейка, у которого 7 крипов. И против него Артес и Гадема. У Гадема немного крипов, а у Артеса куча крипов. Артес имеет неплохой уже, в принципе, крипстат. 24 на 9. Еще и по спине нормально так Санейка налупил. Санейка на лоу хп отсюда уходит. У Артеса уже имеется Ринг оф Хеллс. Я так понимаю, будет выход в ранний вангвард. А СФ тем временем погибает у нас на миде. Но также погибает и Дитяра, скорее всего, со стороны команды Пауэррэнджерс. Да, Дитяра отправляется на базу. И здесь еще погоди за Джейфо вместе с Дредом от Клокверка. Батарея Саут не прощает у нас сладкого Рубика. Рубик отправляется на базу. 2-1 размен. 620 по голде Хеллрайзерс поднимают в этом файте. Они заработали больше, чем потеряли. И это неудивительно, потому что 2 в 1 смогли подраться. Что у нас у Артеса? У Артеса есть 330 по голде после Стаутшилда и Ринг оф Хеллс. Также есть у него на секундочку Бутс оф Спид. Врыв у нас от Клока в Санейка. Ну и у Санейка никакого варианта отсюда уходить не имеется. Хотя разве что своим ходом. Но здесь Рокет еще и от Клокверка добивает он в соло Спиритбрейкера. 3-3 становится счет и команда Хеллрайзерс восстанавливает утраченные позиции. По счету равный он. А по Экспе где-то немного совсем. Где-то порядка 200 проигрывает команда Хеллрайзерс. Пауэррэнджерс также выигрывает 1000 по голде. Что у нас по товарам? Товара по-прежнему стоят. Никто не выходил, не пытался пушить стороны со стороны Хеллрайзерс. Со стороны команды ПР та же история. Фуловые товара здесь стоят. У Чеширского кота что по артефактам? У Чеширского кота по артефактам ворды. Куда у нас Спиритбрейкер направляется тоже интересно. Дредд под разгоном Спиритбрейкера будет здесь драться или не будет непонятно. Лучше бы ему отсюда уходить. Еще одна тычка в Дредда залетает. И Дитя разобирает этот фраг благодаря Мистик Снейк. Спиритбрейкер уходит... Ой, Спиритбрейкер Дум отправляется под фонтан. Но счет становится 4-3. Медуза поднимает 236 в этом файте. Детяра может в принципе повторить ситуацию в прошлой игры. 911 по голде, кстати, у Детяра уже имеется на счету. Так, Дредд у нас под разгоном от Санейка. Санейка просто нон-стоп разгон. И ульта пошла в Дума. Дум разваливается. Детяра забирает еще один фраг. Это при том, что Санейка заюзал ульту. Так, а здесь Афониджи, видимо, решил мстить за своего капитана команды. Афониджи разбирает Спиритбрейкера в лесу. Ну, нормально. За всю боль, которую пришлось испытать Дредду на ранних этапах этого матча. Афониджи берет руну и отправляется на топ. Или отправляется в лес, что куда вероятнее. Что у нас у Артеса тем временем? У Артеса тем временем имеется уже ПТ поверх Ring of Chaos и Stout Shield. И пока что, я так понимаю, не будет никакого вангварда. Возможно, сразу пойдет выходить в Battle Fury. Ну, в принципе, дают фармить. Почему бы не фармить? Разгон, видимо, от Спиритбрейкера на Артесе. Санейка добежит, скорее всего, до конца. Блинкаут от Артеса и отмена разгона от Санейка. Артес, я думаю, сам сейчас может смело разогнаться в Спиритбрейкера и развалить кабинет ему по-тихому. Продолжение следует... Так, продолжаем, продолжаем, продолжаем этот матч. Пока что начало не самое яркое и не самое активное. Но, тем не менее, тем не менее, есть хотя бы на что посмотреть. 5-4 счет, 9 минут, практически 10 сыграно и практически 10 фрагов сделано. Поэтому по фрагу в минуту не такой уж и большой провал. Клок у нас тем временем убивает Рубика. И погоня за Дредом это гораздо интереснее. Дред уже два раза умирал у нас в этом матче. Дитяра включают Стоунгейс. И таким образом, никто не решается с ним драться. Агар у нас от Акса Акс врывается на Дума. Причем сделал это даже через Даггер. Хотя можно было просто, мне кажется, подойти к Дреду. Решил не юзать Квилинг Блейд. А с другой стороны, Скандал, скорее всего, не увидел. Не увидел Квилинг Блейд. Не увидел, точнее, в кустах у нас Дреда. Квилинг Блейд не заюзал. Гадем под разгоном от Спиритбрейкера. Будет ли врыв от него? Бежит у нас Санейка. Готов ли он врываться? Нет, он не готов врываться. Он разворачивается назад. Дуза у нас погибает. Чет становится 5-6. Драка не очень, но и результат не очень. Под Инвизом у нас Скандал. В принципе, Артес вместе со Скандалом должны разбирать у нас... Ой, Артес со Скандалом. Прошу прощения. Санейка вместе со Скандалом должны разбирать Артес. Артес отправляется на базу. Первый раз, если не ошибаюсь, умирает этот парень. И первый раз... Это вообще первый раз, когда он участвовал в каком-то файте более-менее результативном. 0-1-0 счет у Артеса. И, я так понимаю, выход во Владмир. Ну что, ПР начали мстить Ашером за какое-то частичное поползновение к выходу в доминацию в этом матче. В любом случае, Ашеры ведут себя немного лучше, чем в прошлой игре. Артес врывается у нас на топ-лайн. Пока что он не нападает ни на одного из игроков. Скандал здесь у Скандала Блинк Даггер имеется. Есть Квилинг Блейд. Падает у нас Тавер. Артес, скорее всего, не уходит. Да, не уходит он отсюда. Блинк не успел проюзать. Моментально разбирают у нас Артеса. На базу его никто уже отправить не сможет. А хотя, кто же мог его отправлять на базу, если Чеширский Кот играет на Чене за команду Пауэрэнджерс. Разобрали еще раз Артеса. Скандал проседает сильно от батареи Саут. Агрит он на себя Клокверка. Отличная ульта от Афониджи. Разбирают двоих-троих игроков. Это даблкил от Афониджи. Еще и отправляется у нас в Таверну Чен. К тому же, ну, погоня за дитя Ра, Дредд, у нас Дредд не очень понимаю. Дредд у нас под собственным скиллом. Понятное дело, что от Рубика этот скилл был проюзан. Погоня от Дредда за дитя Ра, Дредд решает развернуться назад и правильно делает. Дредд под Думом это было весело. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну, дела, короче говоря, на данном отрезке игры не самые яркие. Конечно, драки случаются, но замес последний был более-менее крутой. А до этого, конечно, немножко скукотища была. Вот команда Hellraisers и Power Rangers. Напомню, матч протекает в формате Best of 3. Уже 1-0, как вы видите на своих экранах. Power Rangers ведут. И Hellraisers старается хоть что-то вынести из этого противостояния, а не вылететь из турнира. Санейка у нас здесь разберут, скорее всего. Вот батарея с Аунтом должны забирать. Да, здесь Гадем через Finger of Death отправляет на базу у нас перед Брейкера. И пошла погоня за Дитя Радер. Это имеет уже ульту от Кэдшился. У него Doom бросает на Дитя Радум. Можно драться. У Афониджи ульта через 5 секунд откатится. У Афониджи есть Мека. На всякий случай Артеса надо подхилить. Артес у нас на лоу хп Мекку провязали. Артес под ультой кое-как еще живет. Минус 3 уже от команды Hellraisers. Дерутся они просто феноменально. Дитя Радер тоже у нас отправляется в таверну. И это 4 в 0. Это 4 в 0. Очень жестко по спине всем набил Клок. Артес тоже переживает этот файт. И наконец-то не теряет экспу, не теряет деньги. Что немаловажно. Уже давным-давно на таком наборе артефактов у нас стоит Артес. И выживает он в этом файте. А значит приближается какой-то более-менее весомый артефакт. Посмотрим. 0-2-3 на данный момент счет у Мейн Керри команды Hellraisers. Пока что за него решают все вопросы немного другие ребята. И в частности это делает Афониджи. Счет 5-2-4. У Афониджи уже есть собранные Яши. И также это все поверх Мекки и поверх Power Threads от Афониджи. Артес отправляется на топ фармить. И давайте глянем что у нас по золоту. Более 5000 преимущества команды Hellraisers. Более 7500 преимущества по XP. Все тех же Hellraisers. Санейка врывается в Артеса. Врывается из кустов. Артес не мог этого ожидать. Агр моментально от скандала. И такая дабла способна разбирать антимага. Особенно антимага, который на ранних левелах настолько сладкий, что к нему мухи прилипают. Ну что? Разобрали у нас еще раз Артеса. Счет у него становится 0-3-3. Это Мейн Керри Hellraisers. Hellraisers ему очень больно. Я думаю больше больно ему не физически, а ментально. Потому что так антимагу сражаться нельзя. Кстати антимаг действительно настолько зависимый от ранней игры. И от мид игры персонаж. Что если загнобить его нормально на ранних левелах. То потом конечно делать с ним уже можно все что хочешь. Скандал у нас проседает по хп. Но скандал пока еще живет. Отправляется в таверну. А скандал на аксе. Погоня пошла за Санейка. Батарея Саут от Клока делает уже половину игры. Последние, последние. Первые и последние 16 минут на карте. Именно Клок участвует у нас во всех экшенах. Которые возможно 7 убийств, 4 асиста. Клокверк очень круто реализован от команды Hellraisers. Жаль что не все персонажи. Да это к тебе обращение Артес. Реализованы так круто как Клок. Артес все таки покупает вангвард. И отдаляется Баттлфьюри. Хотя с другой стороны если есть вангвард. Какой вообще Баттлфьюри? Скорее всего будет выход в манта стайл. Но надо как-то избегать драки с Санейка. Как-то избегать ультов. И пытаться и выйдить хоть какие-то скиллы от других персонажей. Ну что. J4 у нас имеет уже Аркан Буцы. Так куда у нас побежал Санейка как умалишенный? Умалишенный Санейка у нас бежит в Артеса. Где у нас Акс? Далеко ли Акс? Акс относительно близко. Но этого не хватит. Расстояния не хватит чтобы через блинк ворваться в Артеса. Один Spirit Breaker не разбирает Артеса. А Spirit Breaker плюс Акс это заведомо фраг для команды Power Rangers. Давайте по артефактам пробежимся. Все-таки пока команды более-менее спокойно себя чувствуют. Так. Артес решил в соло развалиться Нейка. Отомстить за все что было не так давно. J4 у нас крадет у Артеса блинк. И Артес отсюда не уходит. Санейка здесь не один. Здесь много персонажей. И Spirit Breaker в ответку разбил все-таки лицо Артеса. Это уже даже не смешно. 0-4-3 счет на данный момент. Куда у нас побежал Spirit Breaker? Он у нас скорее всего побежал на нижнюю руну. Так и есть. У нас проседает по ХП Клок. На нем висит урна. Так. Приходит сюда Дредд. Дредд успеет ли дать в ульту в Рубик? А не успевает. Рубик у нас погибает. Агрет на себя Дредда Скандал. Дредд у нас отлетает. Гадем тоже скорее всего здесь погибает. Но немножко попозже. Здесь Чеширский Кот с кучей крипов. Урну повесили на Гадема. Но Гадем догорает. Нет, Гадем не догорает. Скандал решает его судьбу немного пораньше. МП нет уже у Скандала. Он отсюда улетает. Но по итогу этого файта 2 в 1 разменялись. Ну и чуть ранее умер у нас Артес. Но Артеса мы уже не считаем. Вроде бы мейнкерри. А так конечно сильно плывет у нас Артес. Санейка здесь погибает от Афониджи в соло. Что Афониджи по криппаму? Афониджи 128 на 10. Первый крипстат. И по Нетворсу он тоже скорее всего первый. Да, 11 тысяч у него есть. Как же жестко всех перефармливает Афониджи. И у него вроде бы ничего нет по артефактам особенного. У него есть Мекка, у него есть Яша, у него есть Аквила. Да, здесь есть Ultimate Orp. Ну пускай Манта Стайл. Вроде бы ничего особенного. А время если вы посмотрите, то поймете, что идет только 19 минута. Манта Стайл, Мекка, Аквила, ПТ и Боттл. Афониджи формит как сумасшедший. По криппам, видим, практически в два раза перефармливает Медузу. По киллам тоже на первом месте. Вот вам и очень слабый мидер. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, возвращаемся в Драку. У нас Драка в Чужом Лесу. Ждем ее развития. Умирает у нас Клокверк тем временем. Артеса поднимают в воздух. Под сейф от Гадем Артес сможет отсюда наконец-то уйти живым. Брось с Дракой при жизни. Нет, Артес никуда отсюда живым не уходит. Гадем погибает. Артес, скорее всего, тоже погибает. Хотя продолжает драться. Как сумасшедший. Драка у нас развивается на две части. Разделивается. Где у нас разделяется? Точнее, Медуза у нас здесь наваливает по хребту Афониджи. Афониджи, скорее всего, здесь умрет. Скандал не ультит в него. Но Афониджи и так погибает. У скандала просто не было маны. Ну что, в итоге 3 в 0 подрались. Пауэррэнджерс. Хеллрейзерс пожалели, наверное, что пришли сюда. Размен по золоту. Три, даже четыре тысячи. И пять тысяч по экспе. Сейчас увидим это на графиках. Было семь пятьсот. Когда графики обновятся, будет три с копейками. В пользу команды Хеллрейзерс. Классно потрались Пауэрэнджерс. Тут ничего особенного не скажешь и не поспоришь с этим. У скандала уже помимо Даггера имеется практически собранный Форстаф. Есть Блэйд Мэйл у него. Что немаловажно у Рубика. У Рубика две тысячи после Аркан Бутсов. У Спирит Брейкера имеется нереально крутая скорость бега. Сколько у нас бежит Спирит Брейкер сейчас? Ну, как-то до хрена он бежит. Семьсот пятьдесят у него скорость. На Артеса нападает. Здесь же Агару от Скандала. Крипы тоже Скандала неплохо так бьют. И Скандал получается крутится. И через Контр Хеликс и Ульту разбирают у нас Артеса. А тем временем Леон забирает Чеширского Кота. Да, делает он это в лесу команды Пауэр Рейнджерс. Вот так нагло зашли и так нагло забрали. А чего хотели это Дота. Никто не запрещал ходить во вражеский лес и убивать героев. Санейка очень классно реализует... Очень классно реализует Спирит Брейкера. В прошлом матче, когда Хелл Рейзерс отыгрывали на Спирит Брейкере, не было, конечно, такой реализации. Это выглядело немного слабее и не так уверенно. Так вардит у нас гад Демчу. Чужой лес видит он или не видит? Нет, Санейка он не видит, а Санейка, разумеется, Гадема не видел тем более. У Гадема уже имеется Даггер. Это очень хорошо. 22 минуты 50 секунд. У Гадема Даггер и 520 по голде сверху. У Санейка на данный момент есть урна, есть Транквилы. Ну и еще чуть-чуть денег есть. Потому что разобрали на куски у нас Леона. Леон отправляется в таверну вместе с Дитяра. Они-то сделали Дитяра. Уже имеет поинт-бустер, есть у него алтимейт орп и 3200 на руках. А это значит, что готово Eye of Scuddy. Дредд тем временем с Артесом выходят убивать антимага. Ой, антимага Рошана, конечно. Ничего себе, какой смелый стал Артес. 0-5-3. У него счет 110 крипов. Вроде бы на третьем месте он по фрагам. На третьем месте он не по фрагам, а по крипстату. И на пятом месте он находится по общему Нетворцу. Опережает его и Клок, и Скандал. Скандал готов врываться, как я понимаю, сюда. Есть ли Вижен у команды Power Rangers? Да, Вижен есть. Врывается ли Скандал? Нет, Скандал пока что не врывается. А почему? Не очень понимаю. Если Вижен был, почему не врывался у нас туда Скандал? Но это его дело. Артес забирает у нас Аегис. Артес пока что живой и без Аегиса. Уходит, забирает руну. Драка на нижнем лайне. Пока что в пользу команды Hellraiser. У нас мертвый Рубик. Артес юзнул ульту. Ульту, я так понимаю, юзнул фулового Санейко. Это не есть хорошо. Чеширский кот у нас здесь очень сильно поседает по ХП. Афониджи забирает Чеширского кота, хотя и сам Афониджи нормально так бит. Забирает также Крипофон. Что прилетает СФ? У СФ прилетает просто Eye of Scuddy. Просто. Без каких-либо закупок, каких-то промежуточных артефактов. Просто собранный Eye of Scuddy за огромную сумму денег. Врыв от Санейко. Драка будет, но надо пережить просто ульту. Будет ли Афониджи драться? Да, скорее всего будет он драться, потому что здесь, если что, есть Артес на подсейф. И Афониджи рассказывает, что не надо на меня так нападать, потому что я сам могу напасть на кого угодно. Круто отыгрывает у нас мидер команды Hellraiser. Где-то у нас по ХП проседает Леон. Леон здесь дерется у нас против Скандала. Ульту поймал Скандал. И уже драка для него заканчивается. Первый фраг, да? Да, да, да. Первый фраг для Артеса. Артес зарабатывает свое первое убийство. 1-5-5 становится у него счет. Покупает он после Владмира уже и Яшу. Выход будет в Манто Стайл. Ну, хоть как-то, хоть как-то со своих бомжепозиций выбирается у нас потихоньку Артес. Оставили фармить парня на легкой. Вроде бы никто не мешает. Спирит Брейкер тоже постоянно бегает в сложной, поэтому фарми не хочу. Артес и фармил до поры до времени. Но потом массовые киллы. Выход на Артеса по большому счету решили его судьбу в этом матче. Ну, как минимум на ближайшие минуты 10-15 так точно. Пока что у антимага толком ничего не имеется. Ну, здесь как-то себе дабл спаун и делает Артес. Через Эншентов пытается реабилитироваться и реанимировать себя из списка неудачников. Посмотрим, как у него это получится. Команды разошлись по своим лесам и пока что фармят. После Афскади у Афониджа уже 2-400 на руках. 15 тысяч уже он нафармил за 26 минут. Ну, короче говоря, рядом никто не валялся. У Дума тем временем появляется Аганим. Ульта Адреда уже будет более-менее ощутима, потому что сейчас ее переживают. Игроки команды Power Rangers Акс бегает, может под ультой бегать вообще без каких-либо проблем. Как будто на нем ничего нет. Просто она с покухи под ультой бегает и разваливает лица через контр-хеликс. У Акса, кстати, почти все скиллы уже вкачаны в максимум. Но, как видим, 14-й левел у скандала это неприятно для команды Hellraiser. По-моему, по левелу в своей команде он разве что Медузе уступает. Давайте по уровню глянем. Да, уступает Медузе у Медузы 15-й и 14-й левел у Акса. Также Санейка. Саппорт Санейка, который играет на Спирит Брейкере, тоже 14-го левела. Ну и Артес, который всю игру фармил. Ну и нафармил себе 15-й уровень. Пока что нет ульты. Так, драка у нас пошла. Здесь в Когах никого нет. Пустые в Коге стоят у нас Дитяра. Успеет ли Стоунгейс провязать и можно было бы драться. Да, Стоунгейс от Дитяра. Ульту на него также Дум положил. Скандал на себя троих агрит. Но они стоят примершие. Никто скандала не бьет. Никто не хочет с тобой играться. Скандал. Подкоп у нас на скандала. Скандала забрасывает на хайграунд. Он себя форс стаффит и пытается сделать ТП-аут. Не получается. ГД мультит в него и убивает у нас Акса. Акс отправляется в таверну. По итогу файта 2 в 0. Разменялись Хелл Рейзер с 1111. По голде зарабатывают и 2828 по экспе. Выход от команды Хелл Рейзерс на Т2 по мидлайну. Команда ПР пока что послабее смотрится. Хелл Рейзерс кое-как набирают ход. И верим что у антимага уже появились необходимые артефакты. Такие как Яша. Такие как Владмир. В принципе недалеко до Манта Стайла. У Афонид же ситуация просто колоссально крутая. Куда у нас Санейка бежит? Санейка у нас бежит умирать под Глифом. Скандал здесь. Скандал не юзает у нас Берсеркер Колон. Просто отходит на свою базу. Артес пошел уже на чужую базу. Ничего себе как осмелил Артес. 2-5-6 счет у него. И он готов драться под чужим Т3. Аж странно. Ну понятно что смелости Артесу не занимать. Он всю игру врывался в жутчайшие драки. Но правда первым оттуда и уезжал. Ну понятное дело что. С таким счетом. Особенно не подерешься. При том что артефактов у Артеса. Было изначально немного. Сейчас кое-какие появляются. А до этого Артес терпел. Терпел еще раз терпел. 0-5-3 было. Статистика у него еще минут 10 назад. Поэтому. То собственно о чем я говорю. Что у нас у J4. J4 уже имеется. Даггер на Рубике. У Акса имеется. Даггер for stuff. Блейдмейл. 400 сверху. У чеширского кота. А после Микки и Арканов появляется еще ринг. Короче говоря базилка появляется. Медуза. Имеет линкен сферу. Есть поинт бустер. Решил дитя ранее выходить. Как я понимаю в скаде. Решил пойти сначала в линку. А потом уже разбираться с скаде. Скандал у нас попадает в коги. Ему приходится драться с клокверком. И у него это в принципе неплохо получается. Если успеет ульту дать. Нет не успевает дать ульту. Этот чертов батарея саут разбирает всех вообще на куски. Еще и в J4 врывается. У нас клокверк ставит прекрасные коги. По итогу этого файта 3 в 0 размениваются команды. Файт рекап нам троих не будет. Да троих уже показывает. 2 700 или даже 2 800 по голде. Преимущество в пользу команды Hellraiser случилось и. 4 729 по экспириенсу. Ну что, команда HR выходит у нас на хайграунд заходит. Команды Power Rangers и готовы в принципе все сносить. Нету Санейка и нету Акса. Врываться по большому счету некому. Внешних таборов тоже нет. Может есть вариант пойти и разбить. Например нижний лайн или хотя бы верхний. Потому что Т2 давным-давно упали с одной и другой стороны. У команды Power Rangers. Ну, Хайры решают вернуться на базу. Отхилиться. Немножко восстановиться по мане. Гаддем уже здесь. Гаддем фармит. На Гаддема у нас кто-то бежит. Кто бы это мог бы быть? Давайте посмотрим. Конечно же это Санейка на Спирит Брейкере. Не думаю, что до конца он решит добежать. Санейка просто прибегает на руну. Руну не забирает и убегает дальше на лайн. Разгон у нас на Гаддема. Хочет он подсейвить Чеширского кота. У него это не получается. Потому что Чеширский кот намного раньше, чем Санейка мог туда прибежать, умер. По делам Чеширскому коту не надо ходить так далеко от своей базы. Ну, Артес наконец-то в соло начинает гонять у нас Спирит Брейкера. Который всю игру не давал ему жизни. Юзает у нас Мантасайл Артес. Тут неплохо так разбирает Санейка. Разбирает Артес с Санейка. Но, понятное дело, что на подсейв всегда здесь есть скандал. И вынужден отсюда Артесу улетать. Правильно делает, потому что драться там было не по шансам. Сразу три игрока команды. Пауэр рейнджерс были в этом файте. На помощь пришел скандал. А скандал под Блейдмейлом очень серьезно бьет лицо любому персонажу. Антимаг. У которого не так много хп. Понятное дело, что самая приятная цель для Акса. Готовится выход от команды Хеллрайзерс на нижний лайн. У Афониджи прилетает Афониджи Баттерфляй. И запакован он просто феноменально. 33 минуты. Сколько же там Нетворс? 21 тысяча. Чокнутый ГПМ. 674 на 33 минуте. Афониджи фармит как сумасшедший. 294. Так, ну что, пошла у нас драка. Санейка влетает у нас в Афониджи. Не дает ему пока разультиться. Здесь стоят Коги. В принципе, ультить ни к чему. Афониджи он и так нормально с руки бьет. Минус 2 уже от команды Хеллрайзерс. СФ стоит и просто бьет крипов. А позже будет бить Тавара. Ну, ГГ пишет Пауэр рейнджерс. Хеллрайзерс делает счет 1-1 в этой серии. И у них получается еще побороться за выход в дальнейшую сетку турнира. Поздравляем Хеллрайзерс, поздравляем Дреда и всех, кто с ним с отличной игрой. Ждем следующего матча. У микрофона друг, это студия игрокам ТВ. Пока что не переключайтесь.